Ну и мы продолжаем говорить на тему обустройства нашего любимого города, нашей столицы и непосредственно с теми людьми, которые делают что-то во благо нашему городу. У нас в гостях уже Султанбеков Айдин, главный специалист отдела гражданских инициатив и реализации проектов. Доброго утра! Доброго утра! Ну, конечно, первый вопрос. Каких таких проектов? Что реализовываете и что на сегодняшний день актуально? Я работаю в агентстве развития города. У меня отдел гражданских инициатив. То есть это уже само себя говорит, да? За год моей работы было реализовано очень много проектов. Один из них — это конкурс городских проектов, получается, устраиваемый вместе с бизнес-сообществами. Смысл этого конкурса был в том, что все граждане могли дать свои заявки на реализацию проектов по трем направлениям. Это визуальный облик, инфраструктура и экология. Два направления мы уже реализовали. Это экология и визуальный облик. Инфраструктура в ближайшее время уже будет реализована. А можете поподробнее рассказать, что это за проекты? Может быть, мы их уже можем лицезреть как-то? Может быть, потрогать, пощупать или фотографировались на фоне? Да, вот получается, например, в визуальный облик были установлены такие, знаете, архитектурные скамейки, можно сказать, в четырех парках нашего города. По экологии было посажено 100 деревьев, павловни, на территории Бакайвайни. И в ближайшее время будет реализовываться еще один проект, это по инфраструктуре. Вот уже ждем, наверное. А вот вопрос следующий. Я хочу выйти и посадить дерево где-нибудь, вот свое собственное, с табличкой. Гурмата Санбеков. Нужно мне разрешение мэрии или нет? Вы можете просто обратиться к нам даже. Мы дальше уже можем обратиться. Направить, да? Направить зеленструю, да. И вам выделят, скажем, определенное место для посадки. Слушайте, ну скажите, пожалуйста, а вот среди этих проектов, да, среди людей, которые участвовали в этом конкурсе, были какие-то такие очень сложные для реализации, что-то такое фантастическое? Ну, над чем вы, может быть, даже немножко посмеялись, но взяли себе на заметку? Летающие деревья, например. Что-то такое. Знаете, у нас был один очень интересный случай. К нам пришел один, ну, как бы сказать, житель города, и он предложил, как бы, у него была, собственно, конструкция в виде летающей на тарелке. Да, я знал. А зачем? Ну, у него у самого, как бы, прям, таких идей не было, но он, как бы, хотел дать нам на вооружение, да, грубо говоря. И вот, такие проекты тоже были. Это по направлению улучшения облика, да, я так понимаю? Ну, да, по улучшению облика, инфраструктура, может быть, даже. Вот. Вообще, направлений очень много у нас. Мы работаем в разных направлениях, как и в спорт направлении, в экологии, в развитии визуального облика. Вот. А планируются еще какие-то такие конкурсы? Потому как, я думаю, что каждый год проблемы различного рода будут актуальными, и, может быть, кто-то что-то еще предложит. Я думаю, данный конкурс будет ежегодным. Я пока точно не буду сказать, но надеюсь, что данный конкурс будет проводиться каждый год. Желающих очень много. Допустим, в том году около 200 заявок было. Достаточно много. Да, от жителей. То есть, идеи были разные, и мы прям с трудом выбрали. Самый подходящий. Там было специальное жюри, да, я так понимаю? Да, там. Которое выставляло баллы, оценки. Да, то есть, были этапы. А вот смотрите, когда человек предлагает что-то, его проект впоследствии, вот если его одобрили, то он тоже работает вместе с вами по реализации? Или он просто отдает этот проект, и дальше им занимаются уже те люди, которые более компетентны в этом вопросе? Нет, мы работаем совместно. То есть, идет совместная реализация проекта. Он также участвует, как, ну, это как бы инициатор проекта. Он в любом случае владеет больше информации, больше идей у него. Это хорошо, да. Он участвует непосредственно. А мы не забываем про форс-мажоры, которые возникают при реализации любой идеи. Да, и тот человек, который это все задумал, сделает, конечно, выберется лучше. Ну, а кто, как правило, эти люди? Вот мы у наших предыдущих гостей тоже спрашивали, кто идет в волонтеры. А кто как раз-таки участвует в конкурсе? Ну, то есть, это неравнодушные просто горожане, студенты, это работающие люди, вот чтобы понять примерно. Да, это, как сказать, различные слои населения. То есть, там и могут быть школьники, студенты, пожилые люди, то есть, представляющие разные сферы деятельности. Вот прям... Такие юридические моменты. Нужно ли иметь какую-то, скажем так, организацию для того, чтобы участвовать в вашем конкурсе? Да, физическое лицо или юридическое, может, участвовать? Нам обращаются и физлица, и юридические организации, то есть, мы работаем с общественными фондами. Со всеми. Общественные фонды, обычные граждане, некоммерческие организации. Это очень здорово. Ну, давайте тогда напомним еще раз всем, куда нужно обратиться для того, чтобы, если есть какой-то у вас проект, и в какой форме этот проект должен быть. То есть, это электронное что-то, или можно на бумаге расписать? Аудиосообщение в WhatsApp. Можно и так. Можно просто в виде обращения. Если у вас какая-то идея есть, вы можете нам обратиться с описанием этой идеи, и в чем именно вам нужна наша поддержка. Еще раз повторю, наверное. Куда идти, да? Агентство развития города, премейрии города Бишкек. Адрес? Адрес говорите, почему нет? Чусь 166. Так, Дебек-Джилу Лагвиненко, скажем. Дебек-Джилу Лагвиненко, да. Друзья, ну, я надеюсь, что у вас дело осталось за малым, только сформулировать каким-то образом свою идею, ну, и довести до ума, потому что, мне кажется, это очень замечательно, когда ты сначала что-то накидал на листе, ну, что-то такое, чтобы действительно полезно в том числе и тебе, а потом ты увидел это где-то здесь, в нашей столице. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я напомню, у нас сегодня в гостях был Султанбеков-1, главный специалист отдела гражданских инициатив и реализации проектов. Спасибо и доброго утра.